Новые Зловещие Мертвецы от Ликронина вышли в апреле этого года и собрали внушительную кассу в прокате. При бюджете в 19 миллионов долларов фильм уже заполучил 150 миллионов, а значит быть продолжением. Ведь так? Да? А знаете, какого еще фильма был скромный бюджет в 17 миллионов долларов и сборы почти в сотню? У предыдущих Зловещих Мертвецов 2013 года от Федерико Левареса. Но что-то я так и не увидел никакого продолжения с долгожданным Эшем Уильямсом, который был в сцене после титров в том кино. А самое главное, что многие люди до сих пор задаются вопросом, а что это вообще такое было? Вот это вот Восстание Зловещих Мертвецов, это ремейк, перезапуск, продолжение франшизы? Или очередной способ потроллить фанатов, так потом и не выдав никакого продолжения? И вроде как создатели дают какие-никакие ответы, вот только внятного из них ни одного. Так что, ребята, боюсь, придется разбираться самим по крупицам информации, что это такое Восстание Зловещих Мертвецов. Оригинально приветствую, с вами Денис Оптимистер, и если вы на этом канале недавно, вы должны знать, что я просто обожаю Зловещих Мертвецов. И на этом канале я за разные годы выпустил кучу видосов на тему. И каждый из этих роликов является своеобразной капсулой времени. Да, вы поняли, к чему это идет. Да, некоторые из этих видосов сегодня прям очень забавно пересматривать. Это такой теплый ламповый кринж, но тем не менее, все они достаточно информативные. Чтобы пересмотреть их лишний раз, переходите в мой Зловещий плейлист и дерзайте. Там реально оптимисты разоразные времена за 2013, 2014, 2017, 2018 и другие годы расскажут вам подробнее о разных проявлениях этой франшизы. Ну а если зайдет, не забудьте этому ролику лайк поставить и на канал подписаться. А теперь погнали по актуалочке. Начну с того, что скажу. Восстание Зловещих Мертвецов мне очень понравилось. И нет, не потому что я старею и становлюсь совсем уж сиядным зрителем. Просто я как по старой памяти не возлагаю больших надежд на новые части франшизы. Не хочу, знаете, быть как тот парень, что после премьеры фильма с создателями заорал что-то неадекватное из зала и тут же ушел обиженный на весь мир. Это буквально происходило, поищите на ютубе. И да, после просмотра могу сказать, что Новые Мертвецы это не мой любимый фильм серии. Тем не менее, не совру, что Evil Dead Rise это действительно круто. Хоть и с некоторыми но. Перед нами вроде как продолжение. Классическая трилогия. Во всяком случае, фильм изначально так анонсировался. При этом связей с той самой трилогией тут крайне мало. Некрономикан совсем другой, больше похож на книгу из Гарри Поттера, чем на старый злобный кожаный фейсбук. А Тэша не следа, хотя голос Брюса Кэмпбелла есть на пластинке, которую включает героя. И он там предупреждающе орет, что надо уничтожить эту злядскую книгу. При этом некоторые сцены делают жирнющие референсы в сторону классики. И образуют плотную связь. Например, сцена с вылетающим глазным яблоком, явное заигрывание с фанатами. Вместо корней деревьев, которые обвивают героиню, кобеля в лифте. А коробка пиццы от Генриетты... Это самая забавная отсылочка к Генриете, что зашугивала героев. Я даже боюсь представить, с чем это пицца. Да и бензопила в финале имеется. И не абы какая, даже не красная, а желтая. И желтая она не просто так. Этот цвет выбран как отсылка к цвету машины Эша, которой франшиза отсылается ну постоянно, буквально каждую часть. И это лишь малая часть отсылочек не только к классическим зловещим мертвецам, но и в целом к ужастикам. И одно удовольствие их здесь подмечать. Кроме того, мне очень понравились актеры. Особенно восхитительная Алиса Сазерленд, которая невероятно отрывалась в роли кровожадной мамочки. Да и Лили Салливан, сыгравшая ее сестру Бет, просто прекрасно в роли новой решалы и борцуни с мясным подгнивающим злом. В общем и целом, мне также понравилось, что действие наконец принесено из классической хижины в лесу в город. За смену локации определенно плюс. Однако грустно, что для новых героев снова создали искусственные ограничения, из-за которых зло должно тусоваться с ними на одном лишь этаже аварийного дома, подлежащего под снос. Все же в этот раз был потенциал для размаха, но, видимо, из-за скромного бюджета создатели даже не стали пытаться разогнать сюжет за пределы возможностей. Но есть и вещи, которые мне не понравились. Не понравилось то, что нам так толком и не представили персонажей, перед тем, как их уже начали кромсать. Перед нами семья. Семья, черт побери, не просто какие-то друзья в лесу, а женщина, ее дети и ее сестра. Но между ними толком как-то не показали крепких семейных связей. Слишком мало изначально было заявлено той самой химии между персонажами, разрушение которой бы впоследствии вызвало дополнительный шок-эффект. А потому абсолютно пофигу, что как бы мама пытается жестко расправляться со своими как бы детьми. Просто как будто нас заставляют принять, что это их мама, а это ее дети. Ну, просто потому что так в сценарии написано. Верьте. Однако при всем при этом перед нами классическая крайне изобретательная зловещая мясорубка, снова организованная необузданным древним злом. Есть даже новые виды монстров, которых ранее мы не встречали. Например, вот это многорукое нечто, сотканное из тел разных персонажей. Настоящая жесть, как будто уже не из вселенной Сэма Рэйми, а что-то как будто забежало из фильмов Карпентера. И очень круто, что в этом фильме столько именно практических спецэффектов, которые все еще заставляют судорогнуться гораздо мощнее, чем любая самая реалистичная компьютерная графика. На самом деле я от фильма так кайфанул, что в Твиттере даже подписался на аккаунт Алисы Сазерленд. Не знаю, настоящий он или нет, но тут очень часто репостятся материалы со съемок. Круто было заглянуть за кулисы такого кино. Радуешься за людей, которые принимали в этом участие, когда видишь их за работой. Потому что это было реально интересно. И да, многие ругают этот фильм за отсутствие зловещего юмора. Но лично меня это не смутило. Это новая часть с новыми героями, которые сдают свой колорит происходящим. Не всем же быть такими же угарными в их взаимоотношениях со злом, как старый добрый бумпалчатый дурачок Эш Уильямс. Короче, восстание зловещих мертвецов 2023 года — это действительно крепкая часть франшизы. И не зря она собрала в прокате свои миллионы долларов. Однако, не могу не сказать этого. Она совсем не выглядит как самостоятельное кино. Она больше похожа на какое-то вступление к чему-то большему. Эпичному, масштабному. Но это совсем не похоже на отдельную часть. Это скорее как пролог. К чему-то. Не просто так в названии есть вот эта маленькая приписка «Райс». Явно же нас ждет еще кое-что в ближайшее время. Да? И я очень надеюсь на очередное продолжение в ближайшее время. Потому что иначе зачем все это надо было? Зачем было снова пробуждать это древнее фанатское добро? Чтоб потом свалить с этой франшизы неизвестно куда, и мы ждали продолжения еще лет 10-20? Раз новый фильм изначально выглядит как часть чего-то большего, может уже дадите нам вот это вот самое «большее»? Потому что, как я и говорил изначально, непонятно, чем вообще является «Эвил Дэд Райс» в этом большом, могучем, зловещем мультиверсе. Это действительно продолжение? Или новый мягкий перезапуск? Или просто актуальный нынче женский ремейк? Хотя какая нам разница? Я уверен, примерно так ответят большинство фанатов. Нам-то главное, чтобы на экране дедайты поизобретательнее себя вели и мучили своих жертв, а тем достойно отвечали с бензопилами наголо, и чтоб кровище было, просто море кровище. А вы вот вообще думали, каково актерам, которые снимаются в «Зловещих мертвецах»? Вот вообще думали, сколько на них ежедневно на съемках выливается бутафорской крови? Вот представьте, что вот приходит такая Алиса Сазерланд, вся такая уставшая, одежда в крови, и вспоминает внезапно, что к ней в ближайшее время приезжает бабушка из Саратова. А она вся в крови, не хочет пугать бабушку, так что ей делать? Конечно же, заказать футболку базового цвета «Оверсайдс» с принтами для кастомизации. Это всегда очень стильно и красиво. Такая футболка отлично подойдет под любое сочетание с любыми другими элементами гардероба. Она сделана из качественных материалов, 95% хлопка и 5% эластана. А прикольные принты, которые придут с футболкой абсолютно бесплатно, прослужат отличным дополнением. Для переноса принта необходимо надавить нагретым утюгом и подождать 20 секунд. После остывания аккуратно снять пленку, и готово. Принты качественные и не облазят после стирки, а значит такая вещь прослужит долго. Ну а где же заказать себе такую стильную модную футболочку? Конечно, по ссылочке в описании. Это решение мне подсказали мои товарищи, которые как раз таки этими футболками и занимаются. Так что обращайтесь. Не только если вы Алиса Сазерленд, а если вы просто соскучились по стильным клевым вещам. Но если вы все-таки Алиса Сазерленд, то позвони мне. На самом деле с франшизой Зловещих Мертвецов все запутано с самого начала. Первые Мертвецы, снятые за гроши, вышли аж в 1981 году. И жуткими они были на все свои 500 тенге бюджета. Это был один из фильмов, который только устанавливал будущие каноны жанра. Пятеро друзей едут в хижину в лесу, а там в подвале. Кожаный некрономикон, жуткий голос на пленке, читающий заклинания. Древнее зло, захватывающее всех этих ребят. А также еще не знающий, что он герой, Эш Уильямс. И как же он трагично выкашивает всех своих близких, включая сестру. А в финале, расслабившись на рассвете, растерянный Эш выходит из дома, постепенно осознавая, что на самом деле он пережил. Но злющее зло нападало и на него. На том заканчивался фильм первый. Но! Вторые Мертвецы, вышедшие в 1987 году, рассказывали вроде бы и знакомую историю, но совершенно по-другому. Все та же хижина, все тот же лес, все тот же некрономикон и Эш. Вот только приезжает он на место зловещих событий не в компании друзей и сестры, а лишь со своей девушкой, которую быстро захватывает древнее зло. Эш еще быстрее осознает, что в благоверную вселились хуйбесы, и после ее адских заигрываний наш обаятельный герой сносит девушке голову. Буквально. А дальше хуйбесы уже пытаются захватить самого Эша Уильямса. Но его тело оказывается не таким податливым. И вы должны понимать, что вот это, что я сейчас предсказал, это события первого фильма, хоть и сокращенные, они в первом фильме были растянуты на 85 минут хрона, а во второй части занимают всего минут 10. Таким образом можно сделать вывод, что вторые Зловещие Мертвецы, это одновременно и продолжение, и ремейк первого фильма. И хорошо, что снято в этот раз все было с более комфортным бюджетом. Да и спецэффекты тут настоящий отвал башки. Глаза из орбит вылетают до сих пор, когда видишь некоторые сцены. Неудивительно, что люди так одержимо полюбили это кино. Но и на этом переписывание истории Эша не закончилось. После безусловно эффектного хижного побоища, в финале второй части герой попадает в открывшийся временной портал. И оказывается в Средневековье, где быстро вырубает очередного злобного птеродемона, и местные рыцари тут же нарекают его спасителем. Но, снова но. В третьей части, 1992 года, создатели снова перевернули игру. Фильм начинается с того, что в Средневековье Эш не стал спасителем. Нет, он был закован с самого начала в кандалы, и его ведут на смертную казнь. И да, кстати, третья часть потеряла Зловещих Метвецов в названии, однако от этого Армия Тьмы менее зловещей не стало. Но главное, что я тут хочу сказать, создатели в очередной раз переписали историю своей же франшизы. А еще они разветвили финал фильма. Да, у фильма существует несколько концовок. Одна, на мой взгляд, самая логичная, и я бы назвал ее щадящей для главного героя, в ней Эш возвращается в свое настоящее время. И нам как бы намекают, что он может иногда встречать на своем пути достящих Дедаитов. Другая же концовка, на мой взгляд, абсурдная и постапокалиптичная. Хотя, возможно, это потому, что в детстве я видел лишь первую. И только позднее узнал о второй. И вот в этой постапокалиптичной концовке Эш просыпается значительно позже своего времени. И он, конечно, недоволен, о чем очень громко в конце кричит. Однако и это еще не конец. Долгое время Эш продолжал свои похождения не в кино, но в комиксах. При этом были комиксы, которые назывались «Зловещие мертвецы», и комиксы под названием «Армия Тьмы». И они существовали параллельно. И это буквально были две разные серии про одного и того же героя. И вот в этих сериях Эш очень часто участвовал в разных там кроссоверах. И все это из-за сложностей с авторскими правами. Ведь права на конкретную «Армию Тьмы» принадлежали долгое время только универсам. В сериале «Эш против зловещих мертвецов» события «Армии Тьмы» даже долгое время не упоминались. По тем же самым причинам отсутствия прав. Так что сериал долгое время считался продолжением лишь первых двух фильмов. И в конце второго сезона герои даже ныряли в прошлое, влиять на те самые культовые события в «Хижне в лесу». При этом с противоречиями самых первых двух фильмов зрителю предлагалось просто смириться. Впрочем, фанаты к тому моменту уже привыкли к изнообразию зловещего мультиверса, и вопросов не возникало. И да, кстати, возвращаясь к комиксам. Здесь вообще Эш встречал Фредди и Джейсона, братался с Зеной и рубил марвеловских зомбаков. А еще в комиксах появлялась женская версия Эша – Эшли Уильямс. И это еще не все, вы сейчас с ума сойдете. Здесь была собака Эш, скелет Эш и маленький двойник Эша. В одной сюжетной арке они даже объединялись и все отправлялись в Древний Египет, чтобы остановить написание Некрономикона. Что за ужас тут творится? Короче, вы уже поняли, что зловещий мультиверс многообразен и непредсказуем. И если вы хотите по нему ролик, то 10 тысяч лайков под этим и мы договоримся. И эти 10 тысяч лайков это еще даже мало, потому что работа предстоит огромная. А это я ведь еще про игры не начинал говорить, потому что есть игра Evil Dead Regeneration, которая игнорирует события третьего фильма, продолжая сюжет второй части, уводя историю вообще в новую ветку. Тут у Эша вообще есть какой-то очень забавный мертвяк-напарник, которого он пинает и тем самым атакует врагов. Очень крутая игра. В свое время получил гигантское от нее удовольствие. Но к чему это я? Пока что, на мой взгляд, самым самостоятельным, логически завершенным и обособленным выглядит только фильм 2013 года, который в отечественном прокате получил к зловещим мертвецам приписку «Черная книга». Эту историю я, так же, как и прочие новые зловещие главы, ждал со скепсисом и заниженными ожиданиями. Но после просмотра еще в 2013 году был готов признать, что «В какой-то степени этот ремейк вышел даже лучше оригинала. Это сложно поверить, но это факт». И да, «Опти» с 2013 не даст соврать. Я с ним до сих пор абсолютно согласен. Зловещие мертвецы 2013 года начинались с заигрывания с оригиналом. Снова «Хижина в лесу», снова «Пятеро друзей», опять «Некрономикон», пусть и немного другой. Однако снова из-за человеческой глупости пробуждается древнее зло. И оно приходит в компанию героев очень-очень постепенно. Плюс события еще обостряются тем фактом, что одна из героинь Мия здесь наркоманка, которая приехала в хижину, чтобы победить свою зависимость с поддержкой близких друзей. Потому поначалу, когда зловещие силы захватывают ее, все воспринимают ее поведение как последствия очередной ломки. Однако, когда зло добирается до всех остальных, уже становится поздно что-то предпринимать. И вот это кино не только клевый, изобретательный фильм ужасов, но и крутая драма о сложных отношениях в семье. Здесь есть и та самая химия, которой не хватает фильму 2023 года. Действительно показаны непростые взаимоотношения между людьми, близкими людьми. Да и к тому же здесь столько неожиданных твистов, разрушающих ожидания зрителей, что мне и при первом просмотре хотелось этому фильму стоя аплодировать за его сюжетное решение. Федерик Альварес в свое время снял действительно крутое самобытное кино в рамках культовой франшизы. И сразу было ясно, что это такое. Это точно не продолжение. Это ремейк. Ремейк, который берет оригинал и переворачивает его с ног наглым, постоянно удивляя зрителей. Но, куда же без но, есть один нюанс. Появляющийся в сцене после титров Эш немного зрителей запутывал. А еще долгое время после этого фильма шли разговоры о второй части Армии Тьмы, которая подведет к событиям новых на тот момент Зловещих Мертвецов. То есть тот момент реально Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл без стыда и совести говорили о том, что планируется сплести эти две истории в одну. То есть события Зловещих Мертвецов 2013 года и Армии Тьмы. Новой Армии Тьмы. И я даже вот прям сейчас читаю этот текст и у меня мурашки по коже от того, как круто могло бы это получиться. Но ничего так и не произошло. Федерик Альварес отвлекся на другие проекты, а Эш Уильямс вернулся в сериале, который продлился три замечательных сезона. И тоже так ничем толком не закончился, обрываясь на очередном постапоклиптичном финале. Только куда ведет этот финал, снова не ясно. И вот ключевое, что здесь хочу сказать, так это то, что Зловещие Мертвецы 2013 года не получили продолжение. Но оно как будто бы тут и не нужно, потому что это отличное кино само в себе. В отличие от Зловещих Мертвецов 2023 года, которые как раз таки ощущаются как часть чего-то большего. И вот тут мы возвращаемся к вопросу, а чем вообще является восстание Зловещих Мертвецов? И ответ у меня назревает примерно такой. Это продолжение перезапуска и часть гигантской франшизы. Да, все еще непонятно. Но тем не менее, меня запутали сами создатели. Создатели, которые все еще постоянно обещают сплести все воедино. А очень доверчивые фанаты это все ждут. И я из их числа. Но все-таки давайте проясним. Вот сейчас, собирая информацию из многочисленных интервью, можно узнать следующее. Если вы помните, что было в «Армии тьмы», сцена, когда Эш пробирался на кладбище, чтобы прочитать заклинание. Он там находил три некрономикона. Двое из этих книг казались тогда просто ловушками. Однако недавно Брюс Кэмпбел рассказал про такую вот возможную связку всех киношных Эвилдедов. По словам Брюса, все три некрономикона были настоящими. Таким образом, одна версия книги могла угодить в руки самому Эшу Уильямсу, вторая — героям фильма Федерика Альвареса, а третья — семейки из фильма Ли Кронина. И пофигу, что в «Армии тьмы» все эти книги выглядели одинаково, а в поздних фильмах у каждой из них уникальный дизайн. Ну реально, пофигу. В первых «Зловещих мертвеца» книга была вообще похожа на блокнот, который маркерами разрисовал мой племянник. И ничего, зрители тогда просто приняли правила игры и в этот раз примут. И вот эта инфи от Брюса Кэмпбелла подыгрывают остальные создатели франшизы «Зловещих мертвецов». В различных интервью прямо сейчас Илли Кронин и Сэм Рэйми говорят типа «Да, было бы неплохо наконец вести все воедино, у нас есть три разные книги, у трех разных героев». И вот возможно, именно поэтому «Восстание зловещих мертвецов» и выглядит таким несамостоятельным фильмом. Потому что это просто начало. Всего лишь подводка к реально эпичному сражению небольшой команды избранных против необузданных сил зла. И совсем скоро выйдет кино, где на стороне добра будет Мия из фильма 2013 года, Бет из фильма 2023 года. Но вот вопрос, вернется ли Эш? Ведь Брюс Кэмпбелл уже неоднократно говорил, что его бензопила уже не так подра, как раньше, да и бумпалку он на крючок повесил. Однако он все еще часть «Зловещих мертвецов». И самая важная их часть. Вот только если вернется Эш, что это будет за Эш? Эш из постапокалиптичного финала «Армии тьмы»? Или Эш из финала третьего сезона сериала? Не менее постапокалиптичного? Или это будет сразу несколько Эшей Уильямсов из разных вселенных? Ха-ха, Эш Уильямс Верс только осталось. Или вообще создатели снова перепишут реальность и покажут что-то новенькое. Не знаю, что там будет, но остается только ждать. Со временем узнаем. И не знаю, как вы, а я возвращение Эша очень даже верю. Брюс, как ни крути, постоянно возвращается к франшизе, что сделало его популярной. Хотя бы в играх он постоянно своего персонажа озвучивает. А последняя игра «По мертвецам» выходила вообще всего год назад. Эш Уильямс Брюса Кэмпбелла это визитная карточка всей серии. И если в ближайшее время нас ждут какие-то новые зловещие мертвецы, да еще и сплетение нескольких сюжетов поедина, без Эша ощущение праздника очень сильно смажется. Ну или можете позвать того парня, который Эша играл в мюзикле «По Эвил Дэду». Он забавный. Но в любом случае продолжение мы ждем, ждем возвращения Эша, верим, надеемся. Ну а с вами был Днис Оптимист и рассказывал об одной из своих любимых франшиз в этом мире. Ну не все же про Шрек и прочие DreamWorks вам рассказывать. Вот этот ролик, я знаю, что много информации вы уже могли слышать где-то на Ютубе, но я попытался ее как-то собрать воедино. И в целом, ну блин, я не мог не выпустить ролик про зловещих мертвецов. Просто не мог не выпустить. Я знаю, что тут спайдерверс новый выходит, но я вот такие у меня приоритеты. Я решил сделать ролик об этом. Надеюсь, вам понравилось. Ныряйте еще раз в зловещий плейлист. Реально посмотрите, какой я там разный в разные годы снимал видосы по этой теме. Это действительно прикольно даже мне было присмотреть. И оставайтесь классными. Спасибо большое, что подписываетесь на этот канал, на мой инстаграм, твиттер, мои бусты и патрон. Спасибо большое вот этим благочестивым бустерам и патронам. Особую благодарность Элен Энгел и Андрею Бедрашко. С вами был Дис Оптимистор. Тьмок в пупок. Всех люблю и всем ГРУВИ!